Привет! Новый разбор проектов подписчиков спустя всего лишь 5 месяцев, практически сразу по моим меркам. И я придумал для вас новый повод перейти по ссылке в описании в закрепленном посте и подписаться на мой телеграм-канал. Потому что прямо там, прямо сейчас, уже ждут вас проекты, исправленные, типа поправленные мной проекты из этого видео. Ну и без лишних слов, приступаем к проектам. И вот первый, который я открыл, сразу хочется сказать, что хотя бы тег должен читаться. То есть, примерно должно быть понятно, что там происходит. То есть, не что там произносится. Удивительные красоты фортепиано. Ну вот тут то, что происходит, это вообще какой-то кошмар. Все сливается воедино, ничего не понятно, где какой звук, все совсем перемешивается. Итак, давайте по фортепиано. Я чувствую автора просто не отпускает желания когда-нибудь написать саундтрек перевыпуску «Тетради смерти». Только когда его будет переснимать не Netflix, а какой-нибудь там сериальный сервис «Старт». Я, конечно, понимаю, что вот разыгралось воображение, разыгралось вдохновение. Но так много всего не нужно. И не нужно так продлевать вообще абсолютно все ноты. То, что мы продлеваем ноты, мы изображаем педаль «Сустейн», которая есть у настоящего фортепиано. Что здесь изображается этими продленными нотами, я не знаю, потому что они, ну, слишком продленные. Давайте просто половину из этого просто убавим в ноль, чтобы не слышать. И нажмем Shift-D, чтобы попытаться сконцентрироваться на главной мелодии всего вот этого. А главная мелодия, то, в общем-то, я бы не сказал, что она такая уж плохая. Просто вот то, что сверху было лишним. И сразу хочется немножко расставить акцентов. Вот давайте те звуки, которые приходятся на слабую долю, их убавим. Ну, типа как с хэтами, только с мелодией, а не с хэтами. Мелодия очень нагруженная. И когда вот она играет вот так вот монотонно и ровно, пропадает какая-то в ней вообще динамика. То есть она звучит, ну, слишком искусственно, неестественно совершенно. Мы эту естественность вот такими костылями попытаемся сейчас впихнуть. Ну, вот, по-моему, стало поинтереснее. Теперь давайте продлим те нотки, которые, мне кажется, нужными продлить. Нижние нотки, например, вот так вот, а верхние нотки все-таки, наверное, вот так. Потому что, когда слишком много полифонии, это тоже может мешать. А вот если вот здесь нотки какие-нибудь вернуть. Вот это, например. О, вот это здорово, вот это прикольно. И тогда давайте уж вот эти нотки тоже вернем. Вот, это то, что нужно, это то, что нужно. И что-то тут не то с басом. Но он явно не в тон. И опять это ДБ, это что, децибел, что ли, я не знаю. Мы можем попросту перенести вот эти нотки на корневые нотки фортепиано. И стало гораздо лучше. Паттерн баса тоже мне не очень нравится. И еще можно сам сэмпл поменять. Майк жара мне в помощь. Вот этот. На нем висит параметрик с прижатым вверх. Мы его отключим. Теперь идем в кик, чтобы влезть немножко и в него. Оставим так. Но в конце нужно сделать что-нибудь поприкольнее. Типа. Терун, тул, бам-бам-бам. Че-нибудь такое. Типа пробежку. Так, вот так. Ctrl-U на октаву вверх. Давайте лучше так. И тут у меня к тебе есть маленькая просьба. Поставь лайк. Потому что это, во-первых, помогает в продвижении видео. И, во-вторых, дает мотивацию мне для того, чтобы создавать новые ролики. Так что, если тебе нравится этот ролик, или тебе нравятся другие ролики на моем канале, поставь лайк. Мне это очень помогает. Спасибо. К слову, тут только стандартные плагины. Но я уже все испортил джеклипом. Так что я продолжу все портить сатурном. Хочется фортепиано сделать как-то повеселее. Давайте делаем сэндик. На котором будет какой-нибудь эко-бой, например. Пинг-понг. Фидбэк. Драй, естественно. Точнее, вет на максимум. И как-то попытаемся что-нибудь поискать. Еще мы можем сделать пару приколюх с этим самым дилеем. Например, сделать его небольшую реверберацию. Тайтрум. И один стерео контрол, чтобы с одной стороны все это немножко расширить, с другой стороны отпилить именно низкие частоты в сайде. Если хочется добавить ощущение еще большего пространства, маленькая фишечка. Смотрите, мы вот перед этим всем ставим Little Alter Boy. Просто на нем поднимаем все на октаву. Теперь давайте разбираться дальше. Они невероятно сильно сливаются, два этих инструмента. Так что давайте Ctrl-C опять. ДБ вокал. Децибельный вокал, что ли? Вставляем в парт фортепиано. Мне кажется, что это очень излишне сложная мелодия в данном случае. Давайте так же это уберем. Например, вот так просто, если. Просто тоже, просто по корневым нотам. А вот здесь что-то не то. Давайте попробуем на C-sharp. Да, так лучше. Чтобы стало повеселее, давайте повесим на него Blood Overdrive. Меньше Drive, больше в этом. Меньше низа в ревербе. Единственное, конечно, на таком типа уже получившемся практически пэде нельзя сыграть такие быстрые нотки. А если вообще ставить только вот эти нотки? И теперь послушаем с фортепиано вместе. А если применить просто старый как мир прием, взять Half Time. Только поставим его на первое место, чтобы он потом всей вот этой дичью тоже обработался. Так, по-моему, поинтереснее. Потому что за счет того, что у нас все стало ниже, сверху освободилось больше места. В том числе под вот эту мелодию. И еще, и еще, и еще. Нужно взять вот этот символ Make Unique. И реверс, чтобы сделать просто вот такой самый простейший разгон. Можно добавить каких-нибудь стомпиков, потому что почему бы и нет. Ну, конечно, его нужно подкоротить вот так вот и убавить. И еще, естественно, почему я захотел его добавить, потому что можно его зареверсить и сделать неплохой разгончик тоже с помощью него. Вот, так поинтереснее, по-моему. Ну, и уж просто по приколу я собрал ударные, кроме кика и баса, в одну шину. Сейчас накину на них DS-10 и накину на них Saturn. Просто, чтобы они стали чуть-чуть погромче, чуть-чуть поярче, чуть-чуть получше пробивались. Ну, и раз уж ты досмотрел вот до этого места, значит, это видео тебя чем-то зацепило. И я предлагаю тебе подписаться на канал, потому что другие видео тебе могут точно так же понравиться. Для этого просто перейди под это видео и нажми кнопку подписаться, или на телефоне из горизонтального режима перейди вертикальный и нажми подписаться. Сделай это прямо сейчас. А мы продолжаем. Второй бит нам преподносится как Playboy Cardi Type-Bit. Ну, что ж, давайте послушаем. Я уже вижу, что это Луперман. И согласен с тем, что это Playboy Cardi Type-Bit. У нас тут целых три баса. Во-первых, вот этот бас, он тут есть, но его можно сделать повеселее. Его можно расширить. Он, похоже, как-то очень сильно замучен эквалайзером. Да, очень сильно. Ну, давайте буквально чуть-чуть, и мы вернем жизни. И поднимем на октаву. А если провернуть ужасную вещь и застретчить его? Да, это то, что нужно. Мне так нравится. И я хочу его дико расширить с помощью, например, энхансера. Вот это будет тема. Еще здесь явно не хватает какого-нибудь крэша. Давайте его где-нибудь поищем. Этот нам подойдет, так сделаем его потише. Сюда я хочу добавить следующую штуку. Берем наш Луперман Луп и делаем его уникальным. Зачем? Чтобы, во-первых, поставить в моде стретч, а во-вторых, в рейнже поставить 12. и поднять на максимум, чтобы тем самым получить бесплатную прибавку крутости в 100 тысяч миллионов раз. Но к этому ко всему нужно что-нибудь добавить. Например, взять вот этот хай-хэт и нарисовать в нем какую-нибудь прикольную дичь. Например, одна треть пусть будет. Ctrl-U. Хлоп. Вот так. И типа такого же, такой же дичи где-нибудь вот так. О, вот-вот. Нормально. А давайте еще влезем вот в этот бас. Там, где начинается более высокий луп. Делаем уникальным этот паттерн. Вот так. И можем как-нибудь загличевать, например, вот этот басец. Тоже его делаем уникальным. Вот так неплохо. А вот с этим басом что мы можем сделать? А давайте его клонируем только на октаву выше. А если еще на октаву выше? И здесь одна треть. Такая та-та-та-тан будет. То, что нужно. А вот это вниз. Еще я хочу сюда добавить какой-нибудь Rise. Только вот так. Потише. И еще. И еще вот это. Только не в таком режиме, а реверси. In крутим. Включаем Normalize. Обрезаем вот здесь вот. И убавляем. Нажмем сюда. Нажмем Auto Made и Volume. Чтобы тут чуть прикольнее нарисовать. Давайте одна треть. Давайте пойдем вот в эти настройки вот второго сэмпла. И право к нам к мышке на Volume тыкаем. Link to Controller. И цепляем эту громкость на вот эту громкость. И... И получаем, что у нас оба клипа вот этих. Аудиоклипы управляются вот этим клипом автоматизации. Но вот эту более жесткую часть нужно подкинуть что-нибудь такое более злое. Типа... Типа вот этого. И вот этого. Клик мы убираем просто late. Мы чуть-чуть крутим out. Подкорачиваем тоже. Так. Вот у нас мелодия длиной по факту в два такта. Так что давайте ее порежем. Попробуем загличевать ее вручную. Вот эту часть, да. Давайте ее заобще типа вот так сократим. Ctrl-B. И еще покороче вот так. Нет, слишком. Наверное, вот так лучше. Здесь та-да-дан. Вот так сделаем. Только вот так вот так. Попробуем вот так. А если вот так? И этот конец вот так. Еще сюда можно кинуть луператор, чтобы сделать эти гличи еще прикольнее. Из всего, что нам здесь подходит, это либо range, либо rearrange, либо reverse. В общем, неплохо. Давайте попробуем что-нибудь из рейндж. Вот это мне не нравится. А если мы просто его уберем? Давайте пока на аноконде остановимся. Вот из-за раздела reverse. И еще, чтобы вот этот самый глич весь выделить, то нам нужно просто взять детефильтр. Кейт-автомейшн клип. Везде будет выключено. Вот здесь включен. И какая-нибудь бабахалка нам сюда нужна. Так что с этим нам поможет стомп из майка жары. Да пофигу, пусть будет вот этот же сами, который был в прошлом бите. Че-то не знаю, вот этот присед луператора звучит не идеально. Мне еще понравился вот этот. Только вот эта фигня опять уберем. По-моему, очень недурно звучит. И я уж не знаю, насколько это по-прежнему в плейбой карте Typebit. Но я постарался вот вдохнуть креативное использование лупа, как в прошлом видео практически. Но если у вас другой взгляд на вообще то, что я делаю, вам кажется, что стоило сделать что-то другое, добавить что-то, то вы можете всегда написать об этом в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. И для следующих видео взять на вооружение, чтобы возможно применять какие-то фишки, которых вы напишите в комментариях, и другим тоже будет интересно прочитать об этом. Так что, если вам есть что сказать, обязательно напишите это в комментариях. Я все читаю. Я думаю, не один все читаю. Помогите людям, в конце концов. Сделайте мир лучше в такое ебанное время. Субтитры сделал DimaTorzok Закончим на чем-нибудь легеньком. Во-первых, сайдчейн сделан с помощью пик-контроллера. Давайте эту ерунду пока отключим. И сделаем все проще. Просто закинем на 808 фруди-баланс. Ну как уж проще, гораздо сложнее. Право к нам камышки наводим. Create Automation Clip. Shift-ом тянем, чтобы сократить. И надо нам найти позицию для нашего сайдчейна. Слишком длинно. Сойдет. Подставляем все это под кик. Ну ладно, то, что кик на ноте D, это я могу простить. Но сам кик мне не нравится. Так что давайте я чем-нибудь заменю. Я даже знаю чем. Ctrl-C, Ctrl-V, Shift-D. И перенесем на C. Еще. Мне не очень кажется уместным. Такой хай-хет. В целом прикольно. Но, во-первых, ровные велосити. Поправить 3 секунды. Просто тупо вот так, вот так. Чуть больше динамики автоматически появляется. Это первое. Второе, конечно, идем в майка жару. И добавляем еще один хай-хет. Именно вот этот я хочу добавить, чтобы просто создать небольшое движение на, типа, более низких нотах. Просто, чтобы, опять же, заполнялась пустота. Пустоты тут особо нету, но вот мне так хочется попробовать. Попробовать же можно, правда? У нас есть вот этот сэмпл. В его гениальности, я не сомневаюсь, Happy 3 Friends тута-сюда. Это остроумно, прикольно. И звучит, самое главное, что ритмично и красиво. Но, во-первых, я хочу поставить сюда Pro Q3. Потому что, ну, короче, мне кажется, что нужно чуть-чуть другую эквализацию делать. То, что нужно срезать низ, это да. Но, помимо этого, мне хочется срезать еще немножко вот здесь. Вот так. В первую очередь, для читаемости ударных. К этому сэмплу можно добавить кучу всякой фигни. Например, сделать ему то же самое, что я вам показывал в прошлом бите. Позапрошлом, точнее, бите. В первом бите в этом видосе, короче. Little Alter Boy. Пич на максимум. И после этого вешаем какой-нибудь ревербератор. Пространство появилось очень дофига. Убавляем. После этого вешаем еще один сэнд. И делаем сюда уже эко-бой. Пинг-понг. Лоу-кат на максимум. Вет на 100%. Потому что, как бы, сэмпл сам по себе озорной. Вот я такое слово вспомнил. Ему хочется добавить какой-то такой легкой дичинки. Чтобы было за что зацепиться уху. Вот какие-то такие тоже озорные штуки. Потому что вот такие сэнды, такие сэнды, это нужно сковаться для нормального сэмпла. И сюда тоже винтач-верп. Только уже с чем-нибудь маленьким, типа вот этого. А теперь давайте все это направим на общий канал сэмпла. Чтобы сделать пару вещей. Во-первых, повесить один стерео контрол. Во-первых, чтобы немножко сейв-бас крутануть. И чуть-чуть расширить. Буквально капельку. А низ мы немножко приберем все-таки. И давайте соберем группу ударных тоже. Сатурн на них закинем. Что-то с басом не то как будто. Вот так. А на мастере у нас ничего нет. И поэтому мы ставим G-клип. Так, а здесь вот. Хочу взять вот этот фрагмент. Делаем уникальным. Включаем стретч. Он и так включен. Рейндж ставим на 12. И делаем. Хотя нет. Так я не хочу. Я хочу сначала его растянуть в два раза. А вот теперь уже рейндж опустить. Неплохо. Вот так, вот так, вот так. Отключаем стретч. И... Ну, по сути, это халф тайм. Но... Ну, раз уж мы как бы совсем продолжаем этот трешевый гард. Вот наш канал с ударными. И на него еще вешаем халф тайм. И помимо халф тайм мы кидаем еще RC-20. Чтобы дать побольше пространства в этот момент. И немножко срезать верх лишний. Теперь нам нужно сделать клип автоматизации для ретро-колора. И на него же мы повесим халф тайм. Линк ту контроллер RC-20. И на этой восхитительной ноте я предлагаю закончить. Если вам это видео понравилось, показалось забавным или чем-то может быть полезным, то смело ставьте полностью заслуженный лайк прямо под этим видео. И напоминаю, что вот эти исправленные проекты вы сможете найти в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Переходите, скачивайте проекты и обязательно-обязательно подписывайтесь на мой телеграм. Также напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от Адая, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. Ну и конечно подпишитесь на канал, потому что если это видео вам понравилось, другие понравятся точно. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Уже жду вас в следующем видео.